Госсекретаря США Энтони Блинкин и другие западные дипломаты отказались от совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Самому Лаврову осталось оправдываться, что это он никому не предложил фотографироваться. Накануне представители стран отказались участвовать также и в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова. Ну и добавлю, что вот уже есть оперативная информация. Глава МИД России Лавров досрочно покидает саммит J-20 из-за бойкота представителей стран. С ним не захотели фотографироваться. Также представители западных стран, как говорила Каролина, отказались участвовать в ужине в знак протеста против приглашения российской делегации. Лавров уже дал комментарий изданию ТАСС, где жаловался на то, что ему в лицо абсолютно все делегаты говорили, что Россия оккупант, Россия агрессор. И требовали прекратить так называемую специальную военную операцию по факту войну против Украины. И эту тему мы будем вот сегодня обсуждать. Это очень важно. И, кстати, мы уже готовим видеоматериалы и комментарий Лаврова, где он это все сказал. Покажем прямую речь. Ну, прежде короткий сюжет от наших коллег для того, чтобы еще вас вести в курс этой темы. На Идоназийском острове Бали стартовала двудневная встреча у министров иностранных дел G20. И несмотря на то, что на повестке глобальное сотрудничество, продовольственная и энергетическая безопасность, в центре обсуждения все-таки война в Украине. В группу двадцатки входят не только те страны, которые открыто обвинили войну в военных преступлениях, но и те, что реагируют на войну против Украины довольно-таки сдержанно. Вот так вот мягко это можно охарактеризовать. Россия также примет участие в саммите, но некоторые мировые лидеры собираются игнорировать российского представителя. Об этом мы вам уже рассказали, какой был эффект. Итак, какие встречи запланированы и о чем говорили в первый день собрания. Давайте посмотрим сюжет. Еще накануне встречи министров иностранных дел Большой двадцатки глава МИД Германии Анна-Лена Бербак заявила, России нельзя разрешать использовать этот саммит в Индонезии в собственных целях. Проводить беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она не собирается. Все мы заинтересованы в том, чтобы международное право уважалось и соблюдалось. Это общий знаменатель. И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать площадку встречи G20. Анна-Лена Бербак, министр иностранных дел Германии. Генеральный секретарь США Энтони Блинкин на встрече будет призывать оказывать давление на Россию, чтобы она поддержала усилия по возобновлению морских экспортных путей из Украины. Также Блинкин впервые с октября увидится с китайским коллегой Иван И. А вот переговоров с россиянином Сергеем Лавровым он не планирует. США отметили, что Россия не готова к дипломатии, поэтому говорить с ее представителями сейчас нет смысла. Я подозреваю, что вы услышите, как Соединенные Штаты четко выступают с нашими союзниками и партнерами против того, что Россия делает в плане ее вторжения в Украину и о катастрофических последствиях для стран по всему миру с точки зрения роста цен на продовольствие, сырьевые товары и другие последствия. В первый день собрания министр иностранных дел России Сергей Лавров провел индивидуальную встречу с китайским коллегой Ван И, подчеркнув, что Москва и Пекин расширят сотрудничество. Также он планирует провести переговоры с коллегами из Мексики, ЮАР и Бразилии. Как отметили наши лидеры, внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал, и мы продолжим предметную разработку новых, независимых от негативных внешних факторов форм кооперации, на благо наших стран и наших народов. Блинкин также планирует встретиться с Ван И в субботу, и это станет последним контактом на высоком уровне между официальными лицами США и Китая, поскольку Вашингтон поставил под сомнение позицию Китая после вторжения России в Украину. У нас был ряд переговоров на высшем уровне с нашими китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества, по поводу жесткого вторжения России в Украину. Думаю, это будет еще одна возможность откровенно обменяться мнениями по этому поводу. Даниэль Кристен Бринг – помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Однодневное собрание министров иностранных дел состоится в пятницу. Саммит же глав стран G20 запланирован в Индонезии на ноябрь этого года. Зеленский подтвердил, что Украина примет участие в саммите Большой двадцатки и выразил надежду, что это пройдет без участия России. Юлия Айбель – специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». И прямо сейчас уже с нами на связи Григорий Николаевич Перепелица. Восстанавливаем сейчас связь с нашим экспертом в эфире. Это прямой эфир, такое случается, и снова эксперт появился с нами на связи. Итак, политолог, конфликтолог, международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Николаевич Перепелица. Григорий Николаевич, все-таки рады, что вы в нашем эфире. Здравствуйте. – Добрый день. – А вот как вы считаете, такое отношение к Лаврову на саммите G20, это даст какой-то еще дополнительный сигнал россиянам, все еще неверующим в том, что на территории Украины происходит самая настоящая война? Либо это, наоборот, послужит таким раздражающим фактором, который озлобит их? – Вы понимаете, я думаю, что россияне не очень-то интересуются повесткой дня G20. Их это мало интересует в этом плане. И эффект может быть только обозленного, если вдруг G20 бойкотирует приезд Путина и ее участие в этом саммите. – Вот еще также, конечно же, с Лавровым отказываются встречаться, отказываются с ним общаться и даже вот от приветственного ужина отказались. А вообще сам Лавров, когда отправлялся на этот саммит, он ожидал к себе другого отношения? Либо он изначально был готов, что будет так, и ему придется прискорбно покинуть? – Ну, я бы здесь употребил российскую пословицу «собака лает, караван идет». Вопрос в том, что, как вы видите, россияне не очень обращают внимание на этот бойкот, потому что они поставили этой войной против Украины и против Запада глобальную задачу изменить существующий мировой порядок. И, конечно, задача Лаврова на этом саммите состоит в том, чтобы как бы сколотить антизападную коалицию. И не случайно он намерен встретиться с министрами странных дел БРИКС для того, чтобы противоставить совместные усилия политике бойкота, проводимой Западом в отношении России. – А ему удалось добиться своей цели, чтобы, скажем, у него появилось больше оснований для того, чтобы свою позицию сделать более четкой и для того, чтобы было потом на что опираться? Чем аргументировать? – Понимаете, Россия же ведет глобальную войну, в том числе глобальную дипломатическую информационную войну за пересмотр иснующего мирового порядка. И что мы видим? Мы видим, что начинают группироваться страны Запада с одной стороны на базе как бы либеральных демократических ценностей, но с другой стороны Россия стремится сколотить такую глобальную коалицию авторитарных режимов. И в этом отношении, конечно же, азиатский мир во большинстве своем или поддерживает эту российскую специальную военную операцию, или относится к ней нейтрально, преследуя интересы продовольствия, энергетической безопасности и так далее. Поэтому многие африканские страны говорят, какая там война, нам нужно продовольствие, а кто с кем воюет, нам как бы безразлично. Но вы видите, как себя Индия ведет, заинтересованы в дешевых ресурсах российские, как Индонезия себя ведет и другие азиатские страны. К сожалению, в азиатских странах пока доминирует Russia Today. И это создает для нас большие проблемы, не только для нас, но и для стран Запада. И вот сейчас уже имеем комментарий господина Лаврова. Я напомню ранее нашим зрителям, что бойкотируют все и вообще высказывают, ну давайте говорить прямо, откровенно все в лицо Лаврову о том, что Российская Федерация оккупант, о том, что Российская Федерация агрессор. Это прямые цитаты. И вот как господин Лавров на это отреагировал. Давайте послушаем. Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы еще сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию. Можно сказать, что впервые за многое время господин Лавров наконец-то услышал правду. Очень важно, что он произнес это самостоятельно. Сам процитировав всю правду о себе. Так вот, сейчас очень жесткий дипломатический бой, я бы сказал, происходит. Подтвердил четкое намерение Энтони Блинкина не встречаться с Сергеем Лавровым на полях саммита Большой двадцатки. И представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс. Давайте услышим его прямую речь. Госсекретарь примет самое активное участие в саммите G20. Я не собираюсь обсуждать какие-либо планы российского министра иностранных дел, как и любого другого участника конференции главминистерств. Я полагаю, от Соединенных Штатов, их союзников и партнеров стоит ожидать того, что все не выскажутся против действий России. Я имею ввиду вторжение в Украину и катастрофических посредствий, связанных с ростом цен на продовольствие и сырье, которые испытывают на себе страны по всему миру. Нед Прайс, представитель Госдепартамента США. Хочу сказать, что для дипломатии это очень жесткий язык. Я бы так вот охарактеризовал. Скажите, пожалуйста, вот такие четкие прямые заявления. После этого, напомню, господин Лавров досрочно покинул G20. Об этом он сам также заявил. Скажите, как-то изменит это ход войны, позиции России, россиян, Кремля? Хоть на что-то это повлияет в плюс в плане, в разговоре и в теме войны против Украины, которую Россия развязала? Ну, во-первых, американцы уже заявили, что если Путин прибудет на этот саммит на Бали, то Америка бойкотирует этот саммит. Это очень серьезное заявление, конечно, которому нельзя не прислушиваться, в том числе и в Кремле. Но, отвечая на вас вопрос, я скажу, нет, не изменит. К сожалению, не изменит. Путин будет продолжать войну и добиваться своих целей. И об этом и Песков говорил, кстати. Таким и видим позиции. Но ведь можно же говорить, что ничего не изменится в рамках войны. Но ведь тут же в очередной раз и Путину в том числе в глаза на весь мир показали, что мир един. И здесь Украина страдает от российской агрессии, от Путина, действия от Путина головы. Ведь может это дать четкий месседж о том, что Путину лучше не соваться и заканчивать с этим поскорее, потому что иначе весь мир за Украину заступится, хотя уже заступается. Ну, видите, месседж уже дан России. Но какая реакция России? Я думаю, что это не остановит войну. Это во-первых. Во-вторых, почему не остановит? Потому что эта война имеет глобальный характер. И она уже имеет очень большие глобальные последствия, о которых и будут говорить на этом предстоящем саммите во второй сессии. Это глобальная энергетическая безопасность и глобальная продовольственная безопасность. Поэтому, хотя Украина не является членом G20, но эта война уже привела в глобальный характер. И она затраивает, конечно, большинство тех государств, которые страдают вот этих глобальных угроз. Но останется ли мир един, я не думаю. Потому что даже вот этот скандал в преддверии G20, он уже показал, что глобально мир раскаливается, к сожалению. И поэтому повестка первой сессии этой G20 посвящена как раз тому, о чем вы говорите, объединению и поддержанию глобальной стабильности. Но, к сожалению, именно Россия эту глобальную стабильность и разрушила. И она это делает абсолютно сознательно. Вот далее хотелось бы об ожиданиях и целях Украины. Украина ожидает встречи G20, полной экономической и политической изоляции Кремля. Об этом заявил советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк. Давайте его послушаем и обсудим. Чего ждет Украина от встречи G20? Лидерство и решение. Полная экономическая и политическая изоляция Кремля. Для российских представителей G20 должен стать коридором позора. Каждое цивилизованное государство должно сказать, что Россия является страной-террористом, которой не подают руки. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины. Так вот вопрос к вам. Как вы считаете, насколько достижимы эти цели по поводу полной экономической и политической изоляции Кремля? Да, но, к сожалению, проблема состоит в том, что не все страны в мире цивилизованы. И поэтому, конечно же, изоляция России будет нарастать. Это однозначно. И я думаю, что эта встреча G20, она это и продемонстрирует, что большинство будет поддерживать Украину, так и выступать за прекращение войны. Но те, которые будут выступать за прекращение войны, вопрос на каких условиях. И мы видим уже это по Германии, по позиции Шольца, так по позиции Макрона, президента Франции, которые говорят, что да, ну, нужно прекратить войну как можно скорее, мир. Но при этом умалчивают, на каких условиях это может быть. Поэтому вот ситуация не такая однозначная в мире, как нам кажется. Но, конечно, изоляция будет возрастать России, но это не значит, что это будет полная экономическая, энергетическая блокада. Все равно Россия будет искать какие-то лазейки. Видите, Турция отказалась, даже Турция отказалась от введения экономических санкций. Поэтому будут и другие страны, которые дают, будут давать возможность России глотать, хотя не в полной мере, но глотать определенный кислород. Конечно, это будет истощать России, но в ближайшие годы, я думаю, не убьет. Это не убьет Россию. А как вы считаете, вот та же Турция, она пока отказалась от этих санкций? Или это достаточно твердое и долгосрочное решение? Я думаю, это решение долгосрочное до тех пор, пока Путин сильно не заденет турецкие геополитические и экономические интересы. Вот если он наступит на горло Турции и Эрдогану, то да, да, Турция может пойти. Но она с этой политикой лоббирования получает свой экишефт, как мы видим. И деньги от России, и торговлю оружием с Украиной, и оставаясь в рамках членов НАТО, но в то же время преследуя свои интересы. Смотрите, ведь Россия осуществляет полную блокаду акватории Черного моря. А почему Турция молчит? И сейчас сообщение и от нашего посольства, что Турция нормально переваливает наше краденое России зерно с южно-оккупированных регионов, когда балкеры заходят в турецкие порты, и там перегружают это краденое зерно. И Турция говорит, министр иностранных дел говорит, то нет, это российское зерно, понимаете? Потому что они имеют от этого, конечно, дельту определенной выгоды. Вот вам и поведение Турции. По поводу зерна я хотела бы дальше продолжить тему. В США хотят, чтобы страны G20 поддержали инициативу по вывозу около 20 тонн украинского зерна для экспорта в основном на Ближний Восток, в Африку и в Азию. И на самом деле эта цель, она действительно важна в целом для ситуации в мире, с тем, чтобы не допустить голод. Какие страны на сегодня этому решению и вообще вот такому действию препятствуют? И какие у них мотивы для этого? Ну, мотивы одни. Мы хотим есть, дайте у нас голод, дайте нам на ваше зерно. Вот и все. Какие страны? Это Южноафриканская республика, Индонезия и другие африканские страны, которые, конечно же, страдают от нехватки зерновых культур. И это уже очевидно. И поэтому этот вопрос глобальной продовольственной безопасности и поставлен в повестку дня предстоящей встречи G7, о которой мы сегодня говорим. Григорий Николаевич, я имела в виду, какие страны все же препятствуют вывозу зерна? Какие все-таки у них могут быть мотивы? Те, кто нуждается в зерне, это понятно. Им нужно... Вывозу зерна препятствует, ну, как препятствует Россия прежде всего, препятствует вывозу зерна. Только она в основном не препятствует этому вывозу. И давайте уже финализируем тогда. Вот чего ожидать от саммита G20 уже в целом понятно, но если вот... Мне очень интересно, я вот сейчас мониторю прям новостные ленты, что кто пишет по поводу вот этого досрочного ухода Лаврова из G20. Как вы считаете, будет ли какой-то ответный бойкот в чем-то со стороны Российской Федерации? Возможно, высылка каких-то дипломатов, если еще какие-то остались. Возможно, разрыв дипломатических отношений с какой-то страной. Давайте с вами спрогнозируем, чего сейчас можно ожидать, какой реакции от Кремля. Ну, а что она, в принципе, может сделать? Давайте вспомним еще один бойкот. G20, 2014 год. Вот саммит G20 в Австралии, когда Путин... Его бойкотировали все. И он там за обедом, за столиком, если вы помните, сидел один и вынужден разговаривать с официанткой. Вы помните этот случай? Кого после этого Россия... А его бойкотировали за оккупацию Крыма тогда. Ну и с кем Россия тогда разорвала? Они проглотили и пошли дальше. Я думаю, такая реакция будет и сейчас. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что с нами на прямой связи был Григорий Николаевич Перепелица, политолог, конфликтолог, международник, директор Института внешнеполитических исследований. Продолжение следует...